Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Ваше право!» Вы смотрите Архив 24. С вами я, ведущий этой программы, Хаджи Байрамуков. Сегодня мы будем говорить про ПДД и ДТП в качестве экспертного гостя, с которым мы как раз таки и будем об этом говорить. Начальник отдела организационно-аналитической работы и пропаганда БДД УГИ, БДД МВД по КЧР, подполковник полиции Олег Камов. Здравствуйте, Олег! Здравствуй, Хаджи! Тема очень актуальная, к сожалению, наверное, будет правильнее так. Давайте сразу перейдем к первому вопросу. Пишет телезритель. Хотелось бы задать вопрос о статистике ДТП за истекший период. И самое главное, какие меры принимаются, чтобы снизить такую статистику? День добрый, Хаджи! За 9 месяцев 2023 года на территории республики зарегистрировано 302 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 46 человек погибли и 372 человека получили ранения различной степени тяжести. Если брать аналогичный период прошлого года, да, у нас наблюдается на территории республики значительное снижение. Однако, хотелось бы отметить, что цели, поставленные перед госавтоинспекцией, на прошлый год не равняются, поэтому ситуация остается на дорогах очень сложной. В связи с чем сотрудниками госавтоинспекции принимаются меры профилактического направления, проводятся рейдовые мероприятия. Для стабилизации оперативной обстановки, например, в феврале и сентябре месяце проводился месяц безопасности дорожного движения с привлечением максимального количества личного состава как госавтоинспекции, так и всего личного состава Министерства внутренних дел, что позволило стабилизировать обстановку. Кроме того, с августа месяца у нас проводится профмероприятие с применением квадрокоптеров, направлено на выявление водителей, нарушающих правила дорожного движения, а именно выезд на полосу предназначен для встречного движения. Кроме того, принимается у нас участие в пропагандических мероприятиях весь сентябрь месяц активно с началом учебного года посещали школьные и дошкольные учреждения, с детьми занимались, с родителями, с учителями. Кроме того, хотелось бы отметить, что в настоящее время проводится еще комплекс профилактических мероприятий, направленных на выявление водителей в состоянии опьянения, а именно по анализу отрабатываются места появления, наиболее частого появления данной категории водителей с признаками опьянения. Большое спасибо за то, что столь подробно ответили на первый вопрос. Переходим к следующему. Можете дать совет, как воспитать детей правильно, чтобы не было печальных событий на дороге, спрашивает у нас наша телезрительница. Ну, можем дать, конечно же. Мы, как сами родители, я, как сам родитель могу дать совет. Первым делом надо начинать с себя. Давать пример своим детям, показывать им правила дорожного движения, разъяснять им. При передвижении их у нас, мы, как понимаем, три категории участников дорожного движения. Водитель, пешеход и пассажир. К детям мы сейчас относим пешеходов и пассажиров. Первым делом у нас является ребенок пешеходом. Для того, чтобы ребенку привить знание правил дорожного движения, я так считаю, необходимо с ранних лет, как мы начинаем с первых дней водить ребенка за руки на прогулке, уже разъяснять ему правила дорожного движения. Потому что мы пересекаем проезжую часть, уже ребенок начинает понимать, что происходит. И поэтому ему необходимо объяснять, что такое дорога. Зебра, где переходить дорогу. В игровой форме ребенок может воспринять всю любую информацию. В настоящее время, если мы видим очень много мультиков, познавательных по телевизору, ребенок с мультиков очень много познает, мы как видим. Поэтому необходимо тоже смотреть их. А в основном уделять ребенку время, когда мы с ним находимся на прогулке, потому что с ранних лет он уже будет воспринимать, понимать. И наступает, это уже второй момент развития ребенка, это уже когда вы его отправляете в школу, сам будет ходить. Он уже должен к этому моменту понимать, что происходит и применять это в своей обыденной жизни. Потому что в магазин он пойдет на секцию, пойдет, уже ребенок сам будет принимать свои решения, он останется один. И поэтому уже к этому моменту он полностью должен владеть правилами дорожного движения. Любой человек должен владеть и пользоваться, потому что, как мы знаем, дорога это повышенная опасность за собой носит. Как ходить по пешеходному переходу, как ходить по тротуару, что нельзя бежать там, если они начинаются играть в дороге, не дай бог, ребенок выбегает, бывает за мечом. Нельзя этого абсолютно делать, надо это ребенку объяснять. Кроме того, переходить в проезжую часть, у нас сейчас дети, как мы видим, используют велосипеды, самокаты, как и ранее. Ну, сейчас у нас еще новая категория добавилась, СИМ, средства индивидуальной мобильности. Надо ребенку объяснять, что при переходе в проезжую часть необходимо опешиться и рядом везти его с собой. Потому что водитель не может видеть вдалеке передвижение. Пешехода легче наблюдать и движение контролировать, чем на велосипеде или на самокате. Поэтому надо ребенку это все объяснять. А все от нас, от родителей зависит. Кроме того, необходимо ребенку уже в ночное время и в вечернее. Мы, как видим, сейчас с наступлением осени и зимы уже будет другая видимость. И ребенку необходимо со светово-развращающим элементом выпускать на проезжую часть. А вот при переходе дороги, есть ли какие-то правила, не знаю, там, водитель дает знак, что он видит тебя, что ты переходишь дорогу? Или если видишь, что машина притормозила, можно переходить дорогу? Ну, честно бы сказать вам, вопрос хороший. Если так брать ребенку изначально, любому участнику дорожного движения, перед, прежде чем переходить, необходимо сначала посмотреть налево, дойдя до середины, направо. Это железное правило, которому должен любой пешеход соблюдать. Мы, как видим, у нас сейчас все полосы, практически две полосы имеют, большая часть, трехполосная. Поэтому некоторые водители, которые на первой полосе, он замечает пешехода, останавливаются. Если машина больше грузная, то уже следующие водители не видят, что пешеход переходит. Поэтому у нас некоторые водители подают сигналы аварийками, некоторые начинают моргать, что пешеход проходит. Однако не каждый реагирует, не каждый этот знак понимает, особенно начинающие водители. Но вообще это неправильно. Каждый должен перед пешеходом, переходом, скинуть скорость, соблюдать правила дорожного движения. И водитель должен понимать, что на проезжую часть в любой момент может выйти пешеход. Поэтому все зависит и от водителя, и от пешехода, от всех участников дорожного движения. Да, получается, единственный совет, который мы можем дать, быть внимательным. Медленно и уверенно переходим проезжую часть. Хорошо, спасибо большое. Переходим к следующему вопросу. Нам пишут, я автомобилист. Интересует вопрос о том, из каких источников получать информацию по линии ГИБДД, на введение в ПДД, статистики ДТП в регионе и так далее. Да, еще раз можно бы сказать. Статистику мы с вашей помощью озвучиваем на телевидении. Кроме того, у нас существует на интернет-ресурсах сайт госавтоинспекции, гибдд.рф.рф называется. Там полная статистика нашей республики ежемесячно выкладывается в раскрытом виде, при том о пострадавших, о погибших. У нас даже там указано о количестве транспортных средств, зарегистрированных на территории республики. О протяженности автомобильных дорог полностью вся статистика выложена на сайте ГИБДД РФ. Кроме того, у нас на телеграм-канале имеется сайт госавтоинспекции КЧР. Кроме того, есть чат ГИБДД, куда постоянно выкладывается статистика о деятельности госавтоинспекции республики, как и Российской Федерации, если какие-то значимые. Там полностью разъясняются новые правила дорожного движения, изменения в правилах дорожного движения. Поэтому на данный момент ресурсов много. И они, получается, в открытом доступе. В открытом доступе. Подписчики имеются, все это постоянно. Мы, например, мониторим, сколько просмотров, сколько реакций. На реакцию людей смотрим, в случае чего начинается изменение вноситься. Переходим к следующему вопросу. Вопрос от юного телезрителя. Как стать юидовцем? В каждом общеобразовательном учреждении нашей республики имеются отряды юид. Куда вступить вообще несложно. Главное, иметь желание и быть примером для своих сверстников. Необходимо для того, чтобы вступить в юид, необходимо найти, в каждой школе имеется руководитель данной группы, найти, с ним пообщаться. И они с удовольствием примут, и они активно принимают участие с нашими сотрудниками в профилактических мероприятиях со своими сверстниками. Даже бывает к старшим поколениям подключаемых. Поэтому очень хорошая программа, если такие желания есть, в каждой школе не есть. Ждем их. Олег, давайте нашим телезрителям дополним ваш ответ более точной информацией. Возможно, есть люди, которые не поняли, о чем мы сейчас говорим, расскажем им, что такое юид. Юид, если вдруг их ребенок придет домой и скажет, что хочет вступить в их ряды, как им реагировать на это? Юид – это юный инспектор движения. Туда чаще всего попадают дети, которые хорошо знают правила дорожного движения. Мы ранее вопрос этот уже обсуждали. Значит, человеку с детства привили правила дорожного движения. Юидовцы чаще всего, как мы видим на практике и в действии, они своим сверстникам разъясняют правила дорожного движения. Активно принимают сотрудниками госавтоинспекции во всех мероприятиях. Мы приглашаем и на профмероприятия, и на утренники свои. И принимаем, когда их принимают юидовцы, мы тоже участие принимаем. Поощряем это все движение. В школах, когда посещаем, в школьных образовательных учреждениях и в классах, мы их подключаем, и они разъясняют с нами, наравне, работают. Да, так что если вдруг, дорогие зрители, ваш ребенок придет и скажет, что он хочет вступить в ряды, думаю, вам нужно поощрить его и поддержать в этой затее. Ну, а сегодня, дорогие телезрители, наш эфир уже подходит к концу, хочу напомнить, что сегодня мы говорили про ДТП и правила дорожного движения. Олег, большое вам спасибо, что пришли сегодня к нам, уделили свое время, внимание, рассказали нашим телезрителям, ответили на их вопросы точнее. Было очень познавательно, интересно, надеюсь и нашим телезрителям, в том числе вам, дорогие телезрители, хочу напомнить, что сегодня у меня в качестве экспертного гостя в студии, начальник отдела организационно-аналитической работы и пропаганды БДД УГИ, БДД МВД ПОКЧР, подполковник полиции Олег Камов. Сегодня мы ответили на ваши вопросы касательно ДТП и правил дорожного движения, надеюсь, вам эта информация будет полезной. На этом я с вами прощаюсь, до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»